Дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на вопросы. И вот сегодня пришел к нам такой вопрос «Разве материальный мир зло?» Ну, этот вопрос, он такой несколько может быть с такой подковыркой. Зло — материальный мир или не зло? На самом деле в Священном Писании встречаются цитаты, которые могут показаться внешне противоречивыми. И сейчас мы их приведем. Но дело все в том, что Священное Писание под миром понимает не одно и то же. Во-первых, есть понятие мира как такое вот собрание человеческих страстей, всевозможных греховных устремлений, когда люди, скопившись на земле, постоянно озабочены какими-то сиюминутными задачами, целями, и руководствуясь своим личным эгоизмом, хотят себе что-то урвать, при этом обманывают других. Лукаво поступают на своем профессиональном поприще. И вот такая жизнь и есть жизнь мира сего по правилам греховности человеческой. И вот что евангелист Иоанн Богослов в своем первом послании говорит по этому поводу. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». То есть, на самом деле, вот такой мир, да, действительно, это зло, потому что здесь постоянное стремление к погибели собственной души. Вот не побоимся сказать прямо. То есть, люди руководствуются похотью плоти, похотью отчез и гордостью житейской. То есть, постоянно стремятся все время что-то потреблять, угождать своей вот в солстолюбивой плоти. В плане отчей тут тоже нескончаемое потребительство, чему служит современная массовая культура. А гордость житейская — это попытка создать в своей жизни как бы свою личную такую вот вавилонскую башню. То есть, вот настолько закрепить свое временное житие здесь, что построить себе самый богатый дом, обеспечить себе самый лучший комфорт, все время вот накапливать, накапливать, тратить, угождая своим самым низменным страстям. И чем такие люди отличаются от строителей древней вавилонской башни? Вот такой мир материальный, да, действительно, он есть зло, он обречен на уничтожение, и это самоуничтожение, и потому такой мир мы никак не можем принимать, ибо он нас губит. Но у того же евангелиста Иоанна Богослова мы встречаем совершенно другие слова в его Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть, одно дело это, когда вот мы, такие вот маленькие несовершенные существа на земле, сталкиваемся с какими-то искушениями, когда мы видим, ну, что-то вот такое соблазнительное, и вот этот мир нас может погубить. Совсем другое дело, когда Господь смотрит на всех нас в совокупности, и все равно Он прозревает в нас, вот в этих мелких грешащих существах, вот свой образ. Господь прозревает в нас бессмертную душу, и поэтому Он и хочет нас спасти, и для этого Он послал Своего Сына, а Сын для этого умер на кресте, пострадав за наши грехи, чтобы спасти мир и обновить его, и преобразить, и для этого не спасал Духа Святаго, и поэтому в лице уже учеников Христовых, вот когда появляется Церковь, мы видим, вот как эта книга Деянина нам повествует, уже некие такие вот начала обновленного мира, когда вот собирается первая Церковь в Иерусалиме, апостольская еще Церковь, и там у верующих было одно сердце и одни помышления, вот никто ничего не называл своим, потому что все у них было общее, и все жили в такой вот радости и в приобщении к Святому Духу. То есть вот такой обновленный мир, который подается через Церковь, он, несомненно, есть благо, ради этого Господь пришел на землю и пострадал за наши грехи, но тут вот есть одна такая вот маленькая особенность, что одно дело это Божья вот любовь к нам, и Господь любит каждого грешника, и каждого он пытается спасти своим божественным промыслом. А другое дело, когда мы, будучи немощны и несовершенны, попытаемся своими слабыми силами спасать каких-то других грешников, но вместо этого заразимся их грехами и погибнем. Вот как бывало с некоторыми, к великому сожалению, вроде как бы аскетами, которые пытались спасать, допустим, блудниц, а в итоге сами увлеклись их искушениями и впали в тот же самый грех блуда. Вот это подобно тому, как если ты еще недостаточно опытен, как врач, и пытаешься помогать каким-то вот заразным больным, в итоге ты заражаешься сам той же самой болезнью и умираешь от этой болезни. Поэтому соприкасаться с миром греховным нам все же опасно. И наша задача свое сердце сохранить свободным от соблазнов этого мира. Постараться среди мира жить так, как бы мы вне этого. Вот идешь ты по улице, и тебе на самом деле абсолютно все равно, что там на рекламах, ты туда даже не смотришь. Вот есть у тебя смартфон, но он служит не для того, чтобы гулять по интернету, а чтобы, допустим, читать молитвы в электронном варианте, чтобы читать святых отцов, есть уже много библиотек электронных, или смотреть, скажем, толкование священного писания на библейском портале «Экзегет». Вот для этого и служит электронная техника, и это будет правильным и чистым ее употреблением. А находясь в мире, вот надо и быть так, как бы ты не жил среди этого мира. И для этого, конечно же, очищать свое сердце, молиться Господу, и стараться быть верным чадом церкви, ибо только в церкви и созидается благодатный мир Божий, который, дай Господь, вот стяжать всем нам, и доприложит нам Господь всем сил на этом пути, дорогие братья и сестры. Так что храни всех, Господь. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok